Я уполномочен назвать нашего первого призера. Это Александр Калашников с его фильмом «Заповеди на столе жизни». Мне лично этот фильм близок тем, что он показывает не то чтобы настоящую Россию, это Дальний Восток, Южный Сибирь, но ту Россию, которая присутствует в нашей жизни, ту Россию, которая, как и надеялись, она еще сохранится и будет жить. Всем спасибо. Специальное упоминание жюри за музыку, выходящую из берегов. Последний вальс Юлия Бабкова. Одно слово об этом фильме. Конечно же, он заслуживает очень большого разговора, а не двух слов. И, по-моему, этот фильм, его достоинства, недостатки, заняло наибольшее время в обсуждении жюри. То есть, у меня такое, вообще, сложилось впечатление, что мы говорили только об этом фильме. И, имея его в виду, даже когда говорили о других работах. Это музыка, это композитор Олег Караваичук, неизвестный никому, кроме гениев музыкальных. И, по этому мнению, неизвестный. И автор фильма, ей удалось познакомить нас, зрителей, с очень необычным героем. Герои – это эти половины успеха фильма. Этот герой парадоксален во всем. Во внешности, в речи, в музыкальном мышлении. И самое главное, в глубоком философском осмыслении бытия, это самый глубокий, это самый, на мой взгляд, это самая взрослая картина, которую умудрилась снять вполне молодая девушка Мария Нефтеева. Юлия Бобкова. Дело в том, что Юлия Бобкова сейчас едет в пробки, он очень торопится. Мы с ним вместе начинали снимать этот фильм, и снимали его. И были вместе с героем, и мне очень приятно стоять здесь, на этой сцене. И я думаю, что Юлия очень рада, и скоро приедет, и будет тоже свои слова благодарить. Спасибо большое. Я очень благодарна твоим коллегам по жюри. И мы, на самом деле, несмотря на горячие споры, на очень сильно горячие споры, вдруг я понимаю, что вот эти люди, они мне очень много рассказали про кино, которое мы смотрим. Потому что я смотрю больше на пневматографист, а вот мои коллеги, они смотрят с какой-то удивительной чуткостью, с каким-то удивительным пониманием. И потом, во время обсуждения, они мне рассказывают это. Это очень здорово. За это огромное спасибо. И простите, если я была там иногда здесь слишком жесткая. Вот. Но на самом деле, вот что касается главного приза, как ни срана, ну, конечно, с глубоким удивлением. Мои коллеги меня поддержали, но мы не спорили. Приз, приз «Малый золотой налог» за лучший фильм национального конкурса «Российская партияна» в «Центре циклона» Елизавета Кожова. Спасибо. Спасибо вам большое. Я очень благодарна фестивалю. Поэтому любимые мы создали фестиваль. Я сюда второй год приезжаю. Вот. И спасибо большому мастеру Марине Разбешкиной, для нее бы этого фильма не было. Вот. Спасибо большое.